Очень доброжелательные люди и знают русский язык. С такими впечатлениями о жителях Риги вернулась из Латвии победительница телетурнира «Уралхим-класс» Яна Белышева. Напомню, в течение трех месяцев в эфир СТС выходили игры телетурнира по химии с участием школьников со всей Кировской области. Ребята боролись за главный приз – путешествие в Латвию на двоих. В итоге победительницей турнира стала Яна Белышева. О том, как они с мамой съездили за границу, наш следующий сюжет. Мы купили очень много одежды. А еще, конечно, сувениров и шоколады от местных фабрик. О шопинге и прогулках в Риге рассказывает победительница первого кировского телетурнира «Уралхим-класс» на СТС Яна Белышева. Благодаря ее знаниям химии она и получила главный приз проекта – путешествие в столицу Латвии. Девушка только вернулась из поездки и полна эмоций. Прежде всего, от первого в своей жизни полета на самолете. Большие впечатления были от того, как мы приземлялись в Ригу, потому что мы пролетали над морем. Мы когда увидели, у нас было просто буря эмоций. И мы разворачивались над морем, и потом садились уже в Ригу. Там видно весь город, этот терминал и Юрмалу. И было очень красиво. Яна рассказывает про терминал компании «Уралхим» в Рижском порту. Представители этой организации провели для девушки и ее мамы экскурсию по этому промышленному гиганту. Кировчанок поразили масштабы строений. Здесь ежегодно перегружают 2 миллиона тонн сыпучих грузов. Эти купола, где хранятся удобрения очень большие, и это очень впечатляюще. Это место, где удобрения, которые производят на различных производствах в России, они перевозятся туда, и там уже перегружаются на суда и идут в разные страны, то есть на экспорт. Кроме терминала, Яна с мамой увидели местную статую свободы и другие рижские достопримечательности. Попали на широкий национальный праздник, прогулялись по знаменитой своими соборами старой части Риги. Там очень красиво, там такие узенькие улицы, там мы когда были на экскурсии, нам рассказывали, там дома построены с 12 века и далее, и они очень такие интересные, хочется их рассматривать. Кроме этого, оказалось, что в Риге живут родственники Яны, которых она до этой поездки ни разу не видела. Для нее и ее мамы встреча с ними была большой радостью. Мы целый день провели у родственников за городом, там съездили к ним, они нас свозили в Юрмало по магазинам по их. Делясь своими впечатлениями, Яна не раз повторяет, все это благодаря турниру. Девушка очень рада, что приняла участие в телепроекте «Уралхимкласс». Любит вспоминать день финальной игры, момент своей победы. Мама очень удивилась, она была в таком шоке, она не понимала, что происходит, и она была очень рада, у нее как раз в этот день праздновали день рождения, это как такой подарок был. Хотела сказать спасибо организаторам за такую огромную возможность, потому что в Кирове, даже в Москве нет, мне кажется, таких грандиозных проектов. Большое спасибо за поездку, которая была, она дала мне очень много эмоций, впечатлений, я поняла, что хочу еще изучать разные страны, ездить. Вот, спасибо за то, что мне удалось свозить маму. И хотелось бы сказать ребятам, чтобы они участвовали больше-больше, потому что им, может быть, тоже так повезет, и они побывают в разных странах. Елена Чехомова, Данил Кочкин, Бюро новостей Довича.